ЛЮСИ ВОРСЛИ «Видение. Почему понадобилось целых два столетия, чтобы в наших жилищах прижились унитазы со сливом? Почему незнакомые люди спали в одной постели? Почему богачи остерегались есть фрукты?» Ответом на эти и другие вопросы посвящена настоящая книга, которую можно назвать «Интимной историей английского дома и домашнего быта». Изучая материалы о четырех главных комнатах английского дома – спальне, ванной, гостиной и кухне – я старалась выяснить, чем на самом деле люди занимались в постели, в ванне, за столом и у плиты. И воображение рисовало мне картины человеческой жизни – от приготовления соуса до кормления младенца грудью, от чистки зубов до мастурбации, от одевания до бракосочетания. Я с изумлением обнаружила, что спальня была в прошлом довольно многолюдным местом, куда заявлялись самые разные посетители, и что лишь в XIX веке ее стали использовать исключительно для сна и занятий сексом. Ванная, как самостоятельная комната, появилась только в конце викторианской эпохи, причем случившиеся с ней трансформации были вызваны не техническим прогрессом, а изменением отношения человека к личной гигиене. Гостиная возникла не раньше, чем у людей появилось время для досуга и лишние деньги на ее обустройство. Я пришла к выводу, что гостиная – это своего рода театральные подмостки, на которых хозяева дома разыгрывают перед гостями идеализированные сцены своего семейного быта. История кухни неотделима от истории питания, транспорта, развития технологий и взаимоотношений между полами. Осознав это, я и собственную кухню увидела в совершенно ином свете. В книге много мелких, на первый взгляд, излишних подробностей, но мне показалось, что с их помощью легче оценить серьезные, даже революционные перемены в обществе. «Человеческое жилище – прекрасная отправная точка для рассуждений об эпохе, условиях и образе жизни людей определенного времени. Я с большим почтением отношусь к вещам», – говорит мадам Мерль в романе Генри Джеймса «Женский портрет». «Ваше «я» для других людей заключается в том, что его выражает ваш дом, мебель, одежда, книги, которые вы читаете, общество, в котором вращаетесь. Все они выражают ваше «я». «Окиньте взглядом свою комнату, и что вы увидите?» – спрашивал Джон Рёскин в 1853 году. Сегодня ответ на этот вопрос, разумеется, звучит так же, как и тогда. Мы видим самих себя. Вот почему люди вкладывают так много времени, сил и денег в облагораживание своего жилища. Что еще я почерпнула для себя, работая над книгой об истории домашнего быта? Я поняла, что во все времена определяющую роль играла биологическая природа человека. Общественные перевороты, даже самые значительные, очень мало влияют на то, как человек заботится о собственном теле. Путешествуя по страницам этой книги из далекого прошлого к современности, вы заметите, что в целом условия жизни улучшались. Жесткие законы, регулирующие поведение человека в обществе, мало-помалу смягчались. Благодаря удивительным изобретениям исчезали бытовые проблемы. Так что надежда на лучшее будущее есть и у нас. Правда, мы не знаем, каким оно будет, но история, я уверена, укажет нам верный путь. Меня до сих пор не покидает поразительное ощущение, что я как будто наяву общалась с людьми, жившими давным-давно, представителями всех слоев общества от крестьян до королей. Вглядитесь в глубину веков, и вы убедитесь, что наши предки были очень похожи на нас в том, как жили, любили и умирали. Самая радостная из всех историй, писал Джон Бидл в 1656 году, — это история жизни и быта человека. Она возрождает прошлое, воскрешает тех, кого давно нет в живых. Собирая материал для книги, я обращалась за помощью к двум основным источникам, не считая библиотек, разумеется. Во-первых, сотрудничая с организацией «Исторические королевские дворцы», я хорошо знаю специалистов, которые занимаются воссозданием атмосферы прошлого. Я подробно обсуждала с ними темы, затронутые в моем исследовании. Во-вторых, мне выпала честь вести цикл передач, посвященных «Истории английского дома» на телеканале BBC. Работая над этим проектом, я пыталась повторить многие действия и ритуалы, описанные в книге. Начищала до блеска викторианскую кухонную плиту. Таскала горячую воду, чтобы наполнить безмерную ванну. Зажигала уличные газовые фонари. Исследовала канализационные сети XIX века. Спала на кровати Тюдоровской эпохи. Принимала лекарства на основе морской воды, которым лечились в период правления четырех Георгов. Заставляла собаку крутить вертел. И даже использовала мочу в качестве средства для удаления пятен. Каждый раз, когда мы воспроизводили какую-нибудь утраченную часть домашнего быта, я узнавала чуть больше об истории английского жилища. К повседневным домашним хлопотам наши предки относились как к чему-то само собой разумеющемуся, не считая свой труд стоящим особого упоминания. «Я говорила об идеалах, о высоком, о принципах», восклицает героиня классического феминистского романа Мэрилин Френч «Женская комната». «Почему вы всегда стремитесь не извести нас до уровня банального паршивого вонючего холодильника?» «Здесь я поспорила бы. Каждый предмет в вашем доме хранит ценные сведения. По вашему холодильнику вполне можно судить о том, что вы собой представляете. Полный он или пустой? Кто еще им пользуется, кроме вас? Моете вы его сами или поручаете это дело кому-то еще?» По ответам на эти вопросы можно определить ваше место в этой жизни. Как выразился доктор Джонсон, «Сэр, для столь незначительного существа, каким является человек, мелочей быть не может. Лишь уделяя внимание мелочам, мы учимся великому искусству меньше страдать и больше радоваться жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова